Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема, которую мы хотим сегодня обсудить – «Как измерить счастье». Для этого я пригласил Юлию Санникову, кандидата психологических наук, доцента Авиатского государственного медицинского университета и практикующего психолога, преподавателя юридической психологии МГЮА Тимура Кожевникова. Оба гости являются членами Вятского интеллектуального клуба. Вопрос о счастье и том, как его измерить, не праздный. Многие люди считают, что для счастья человеку не хватает только определённой суммы денег. Действительно, исследования показывают, что если человек беден, то повышение его доходов отражается и на уровне его счастья. Однако не зря пословица гласит «не в деньгах счастье». После определённого порога дальнейшее увеличение доходов не делает людей более счастливыми. Кстати, правительства ряда стран в качестве цели развития поставили не экономические достижения, а личное ощущение счастья своими гражданами. Поэтому в небогатом королевстве Бутан создали Министерство счастья, которое на государственном уровне заботится о том, чтобы все бутанцы были счастливы. Уровень их счастья регулярно замеряется. И опыт бутана подхватила Индия, Венесуэла, Эквадора и даже Арабские Эмираты. В связи с этим я хочу спросить своих собеседников. А как вы считаете, что такое счастье и можно ли его измерить? Ну, начнём с Тимура Кожевникова. Ну, категория, конечно, счастье философское изначально, надо сказать. И, на мой взгляд, стихотворение Эдуарда Осадова, что же такое счастье, рекомендую, скажем, кто-то с ним знаком или нет. Это стихотворение, оно достаточно ёмко показывало, что это категория индивидуальная, личностная. То есть, если его последние четверостиши этого стихотворения озвучить, счастье, по-моему, просто бывает от разного роста. От кочки до козбека, в зависимости от человека. То есть, вот, определённый взгляд на категорию счастья. Но, конечно, базовые, определённые, скажем, категории, необходимые для человека, они быть должны. То есть, и как вот ведущий Владимир Сергеевич озвучил, да, то есть, в том числе материальное, вот, прозвучала речь про страны, которые занимаются ответственные сотрудники вопросами счастья. Вот Арабские Эмираты год назад там был, как раз вот гида-экскурсовода по этому вопросу, скажем так, задавал ему интересующие меня вопросы. И базовое направление для, ну, измерения счастья, либо, скажем, приближения к этому состоянию определены у них. Там, в первую очередь, это здравоохранение у них и образование. То есть, по мнению, видимо, государства принято, что вот если у человека всё хорошо со здоровьем, у них там двухуровневая система здравоохранения и с образованием всё хорошо, то, в принципе, это определённая гарантия того, что человек минимально, скажем, будет на каком-то уровне, наверное, счастлив и доволен своим состоянием, а там уже есть все возможности для развития. То есть, ну, такие категории материальные не буду, как они заводят и практикуют стимулировать развитие, особенно в направлении счастья и финансовая там составляющая есть. То есть, многие, наверняка, были в Эмиратах, и про поддержку материальную им знакомо. То есть, вот, в продолжение, наверное, стран, которые подхватили вопрос счастья, то есть, 2016 года у них есть данные. А под счастьем-то что они понимают? Ну, под счастьем они понимают, что самое главное – здоровье. Если у человека, ну, как вот фраза есть «здоровье ещё не всё», но всё, без здоровья ничто. То есть, если у нас, наверное, со здоровьем как-то, ну, что-то оно пошатнулось или так, под вопросом, то уже, наверное, ощущения у нас многие, и материальная точка зрения там, скажем. А вы-то согласны с этим, что только здоровье? Ну, нет, не только. То есть, это ещё не всё, но здоровье, скажем. Главное, да? Да, то есть, ну, на мой взгляд, главное, потому что мы воспринимаем мир иначе. У нас же восприятие, скажем, есть, да, органы восприятия, они работают уже не так. То есть, сигнал преобладающий, доминирующий есть, скажем. Ну, хорошо, а как вы считаете, можно измерить счастье? Измерить счастье. Хороший вопрос. Ну, по силе выраженности, наверное, эмоциональной, наверное, да. То есть, что это эмоции, наполнение какое-то. А вот какими-то категориями материальными, наверное, социальными, вопрос интересный. Наверное, не скажу. Мы бы его хотели обсудить. Юлия Павловна, тогда вам вопрос, что такое счастье и можно ли его измерить? Спасибо большое. Ну, я, наверное, сначала откликнусь на слова моего собеседника. Да, вот не случайно точно есть связь здоровья и благополучия, да, или счастья, да, потому что само по себе здоровье Всемирной организации здравоохранения определяется как состояние полного душевного, духовного, физического, социального благополучия, да. То бишь, если во всех сферах всё хорошо, человек будет здоров. И, кстати, очень интересно, мне недавно попались исследования, посвящённые жителям Окинавы. То есть, Окинавы – это остров в Японии, где самая большая продолжительность жизни. Ну, и как бы геронтологи, да, и другие исследователи, приезжая, пытаются вот открыть секрет жителей Окинавы. И он, в общем-то, заключается в том, что они счастливы, да, то есть, они никуда не торопятся, они не находятся в стрессе, и это благоприятно сказывается на процессах старения, да. То есть, у них там, фактически, они не выходят на пенсию, работают там до 80-90 лет. И как бы вот очень любопытно, то есть, как простроена их жизнь, да. То есть, вот они как раз, вот если даже, знаете, рассматривать, уже подходя к определению счастья, да, вот на примере жителей Окинавы, да, то есть, они там никуда не торопятся. Это одна из замечательных традиций, которые нам можно перенять. То есть, они вместе встречают восход солнца, там, например, может быть, закат солнца, да. То есть, вот сейчас, значит, это сейчас, то есть, это может, даже так сказать, сконцентрированность человека на настоящем, да. То есть, обычно наши тревоги, опасения, там, не знаю, страхи, да, ещё какие-то негативные чувства, которые, как правило, отсутствуют при счастье, да, то есть, преобладание позитивных эмоций имеет место быть. Они как раз связаны с тем, что человек либо мыслями улетает в будущее, да, в тревоги, там, в опасения какие-то, либо переживает по поводу уже прошедшего, да. А когда он погружён в настоящее, в сейчас, он точно будет счастлив. Вот я уверена абсолютно в этом. У русских есть такое выражение ещё «поспешай жить». И вроде бы, как бы, надо спешить жить, жизнь коротка. А тут, как вот вы говорите, чем медленнее ты живёшь, тем лучше. То есть, будет ли это вот показателем счастья, что мы будем его измерять по темпу жизни? Чем медленнее темп, тем получается человек счастливее. Ну, как-то вот мне кажется, что что-то здесь не так. Ну, мне кажется, знаете, это как погружение, да, то есть, например, если действительно человек погружён в то, как он, не знаю, там, в чайной церемонии пьёт чай, да, то есть, он ощущает аромат этого чая, там, теплоту этой кружки, да, красоту, вот эстетику этой, там, не знаю, чайной церемонии, да. То есть, он уже точно будет счастлив, потому что он будет проживать полноценно вот все эти моменты. Ну, это пенсионеры, ну, люди-то работающие как, вот есть, допустим, конвейер, там, хоть ты спеши, хоть не спеши, он будет двигаться с одной скоростью, а на работе, да, тебя там начальник съест, если ты будешь тут созерцать свою работу вместо того, чтобы поспешать на ней. Да, любопытно здесь. Ну, я думаю, что там пять минут можно точно для этого выделять. Но это вот один из подходов, да, то есть, я, на самом деле, очень давно размышляю вообще над этим словом. И вторая трактовка, да, помимо того, что это сейчас происходит, это с частью, быть с частью, то есть, быть частью, ну, какого-то более глобального замысла, частью какой-то группы важной, значимой, да, для тебя, которая разделяет твои ценности, интересы. И мне однажды пришлось услышать, ну, об одном интересном исследовании, это самый длинный лонгитюд, то есть, это длился он, вот я сейчас боюсь там, да, не точно сказать, но, может быть, около 60 лет, и его проводили американцы, и они пытались выявить компонент. То есть, поясните для наших слушателей, что такое лонгитюд. Да, 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 то есть, это исследование, которое длится на одних и тех же людях и замеряет какие-то характеристики через определенное время. И, в общем, было выявлено, что ни уровень материального благополучия, там, ни карьера, ни ещё какие-то вещи не определяют уровень счастья, да. Человек счастлив, только имея хорошее отношение с близкими людьми. То есть, если у него есть, ну, не знаю, единомышленники, да, в семье у него всё хорошо, да, то есть, когда он является частью более крупной системы, вот принадлежит ей, вот как-то так. Хорошо, ну, давайте попробуем зайти с другой стороны. Вообще, феномен счастья исследуется с античных времён. И вот, допустим, Аристотель считал, что люди, подразумевающие под счастьем удовольствие и наслаждение, а таких большинство, весьма грубые, и они сознательно избирают скотский образ жизни. И, к сожалению, таких большинство. Под счастьем же Аристотель понимал полноту добродетели, то есть, совершение благих поступков. Добродетели же в наивысшей степени обретаются посредством государственного образа жизни. Не государственной должности, а государственного образа жизни. Нам, наверное, сейчас многим даже трудно понять, что Аристотель под этим подразумевал. При этом для счастья нужны и внешние блага, потому что невозможно или трудно совершать прекрасные поступки, не имея для этого средств. Вот такое мнение Аристотеля о счастье. Простой вопрос. Что вы по этому поводу думаете? Согласны ли вы с Аристотелем? И что-то изменилось вообще в нашем понимании счастья за две с половиной почти тысячи лет? Тимур Сарфимович. Да, ну вот вспомнили про Аристотеля. И вот, к слову говоря, вспомнилось, что он был же наставником Александра Македонского. И по этой причине он мыслил как государственный, скажем, человек, государственный муж. Воспитал, скажем, такого, ну скажем, серьезного руководителя, полководца и так далее. То есть он, конечно, мыслил с точки зрения, наверное, ну сверху немного. То есть счастье, категория, ее можно, наверное, дать как-то повлиять извне. То есть имена это ресурс, скажем, там власть, по принципу власти народ. И наверняка счастье можно рассматривать как категорию личностную. То есть что сам человек готов сделать для того, чтобы вот это состояние как бы в большей степени распутником его было. Так вот у меня сейчас вот как раз на памяти, скажем, статья, известный в мире психологов Литвак, психотерапевт, был такой серьезный, на мой взгляд, автор, вот Михаил Ефимович Литвак. И вот у него одна из статей, она, конечно, может быть, так провокационно звучит, она звучала следующим образом. О пользе алкоголя. То есть сразу, скажем так, поясню, что здесь намека на как бы такой вопрос и это направление нет. А вот он пишет о том, что все мы, начиная, скажем, какую-то жизнь, мы так или иначе утверждаемся в ней, стараемся что-либо достичь каких-то целей своих. Вот, например, скажем, наверняка многим известный, кто-то учился, кто-то работал, да, то есть готовились, мы готовились к какому-нибудь зачету, тяжело он шел, да, не получалось, скажем, мы, может быть, сразу ждать там либо экзамен. Но мы смогли, да, скажем, этот вопрос решить и нам в качестве поощрения за сданный экзамен, за счет там либо какой-то успех в нашей деятельности. Мы получаем изнутри такую реакцию биохимическую в виде получения алкоголя. То есть нам становится полегче, скажем тогда, то есть комфортно и по мнению... То есть алкоголь сам организм нарабатывает, да? Да, совершенно верно. Не внешне принимает. Да-да-да, и вот эта статья, она чем очень, скажем, интересна тем, что он как раз и подводит тому, что человек, достигая каких-либо целей и утверждаясь в мире, скажем так, вот Генри Форд, фраза мне вообще шикарно нравится, стараюсь как-то ее вспоминать почаще. Генри Форд якобы говорил, что я не люблю зарабатывать деньги, но мне очень нравится Генри Форд, зарабатывающий деньги, да, то есть ориентация не на какие-то внешние категории, а именно на что я лично сам смог сделать для этого. И, ну, в продолжении вот этой статьи, что мы, достигая чего-либо, естественным путем, не ожидая там от кого-то чего-то, это, конечно, все здорово, но это не главное. Вот, достигая чего-либо, у нас внутри лаборатория такая есть, что как бы эндорфина мы даже можем изнутри получить, то есть человеку хорошо от того, что он достигает чего-либо. Вот, а если этот механизм нарушается, у него не может быть постоянное понятное дело, сложно это все, да, ну, местами может быть, вот люди, и по его мнению, опять же, сошлюсь на авторитетного специалиста, по крайней мере, для меня он таким является, потому что достоверность его положений, вот, на мой взгляд, близка к 100%, ну, некоторых положений, вот, и вывод у него такой, что если человек остановился в развитии, то он вынужден добирать это извне. То есть это вот система зависимостей там всевозможных наркотических, ну, это широкий спектр там по схеме здравоохранения, их там около 10 видов зависимостей. Но мы не будем сейчас разбираться с зависимостями, я немножко тогда вернусь к тому вопросу, который я задал, и задам его Юлию Павловне. Так вот, под счастьем большинства Аристотель подразумевал удовольствие и грубое там наслаждение, и он считал, что это скотский образ жизни, а под настоящим счастьем полагал такое абсолютное благо, которое можно добиться только введя государственный образ жизни, вот как вы считаете? Ну, вот я когда слышала, у меня вот два таких ракурса здесь, да, родились внутри. То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что человек может стремиться к тому, чтобы быть счастливым, да, то есть получается, что, и как мы сегодня уже отмечали, да, то есть я считаю, что огромная ответственность человека — это его личный выбор, быть счастливым или не быть, да, потому что всё, что происходит во внешнем мире, он может внутренне трансформировать и искать в этом даже, там, не знаю, в горестях и скорбях источники, да, вот какого-то, ну, не знаю, благодарности и так далее, да. И в этом плане это собственная внутренняя работа человека, да, а с другой стороны, мы можем сказать, что, возможно, могут быть созданы, да, со стороны государства, да, ещё каких-то обстоятельств жизненных условия для того, чтобы человек мог иметь счастье, ну, не знаю, иметь достойный уровень жизни, иметь там зарплату, там, возможность получения образования, да. То есть таким образом получается, что, как бы, счастье — это, с одной стороны, да, как бы изнутри наружу, а с другой стороны наружу и изнутри, да. И вот, говоря здесь, может быть, перефразирую, да, Аристотеля, то есть, наверное, у нас счастье может быть, если рассматривать человека как такое трёхкомпонентное существо, да, то есть у нас есть тело, душа и дух, да, то есть есть счастье для тела, да, не знаю, там, подольше поспать, вот это как раз, да, там, получше поесть, да. Да, наверное, есть счастье с точки зрения души, да, то есть это как раз те эмоции положительные, которые мы испытываем. Мне, кстати, очень нравится фраза, принадлежит она Фрому, да, что такое счастье? Это и есть состояние прихода к полному развитию разума. То есть получается не в том смысле, что мы, ну, можем какие-то интеллектуальные осуждения выносить, а в том смысле, что мы овладеваем истиной, то есть мы даём возможность вещам быть тем, чем они являются, да, то есть вот, как сказать, все события в мире, они нейтральны, да, то есть и только наш разум интерпретирует их как положительные или как отрицательные, да, там однажды услышала фразу, нет хороших и плохих событий, есть приятные и полезные, да. И последнее, и с точки зрения духа, вот, возможно, об этом как раз говорил Аристотель, да, то есть когда мы видим смысл своей жизни, да, то есть мы видим, ну, не знаю, как мы можем поучаствовать своей жизнью, ну, не знаю, с точки зрения ценностей, мировоззрения, может быть, в чём-то общем, да. Мне кажется, вот, если рассматривать времена Советского Союза, да, когда там, да, строили коммунизм, социализм и так далее, да, то есть вот это вот совместное движение к чему-то общему давало человеку ощущение счастья в том числе. Попробуем вернуться всё-таки к измерению счастья. Вот принятый в ООН комплексный показатель уровня счастья включает в себя доходы населения, политические настроения, ожидаемую продолжительность жизни и экологическую ситуацию в стране. Так вот, согласно ежегодному всемирному докладу ООН о счастье за 2019 год, основанному на исследовании 156 стран, в пятёрку наиболее счастливых стран вошли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды. В конце этого списка ряд африканских стран. У России же в рейтинге уровня счастья 68 место. Вот я как-то не уверен, могут ли такие показатели, о которых я сейчас сказал, свидетельствовать об уровне счастья, то есть на основе их выстраивать вот такой рейтинг стран. Как вы считаете, кто готов ответить? Юлия Павловна. Ну, не знаю, могу я, да. То есть на самом деле вот в исследованиях, посвящённому счастью, есть попытка разбить его на некие компоненты с тем, чтобы его измерить, да. Есть социальный компонент, материальный компонент, физический там и так далее, да. А с другой стороны, ну, по крайней мере, мне встречалась такая статистика, да, что те страны, которые имеют очень высокий уровень материального благополучия, точно так же имеют достаточно высокий уровень суицидов, да, различных, скажем так, моментов, связанных с девиациями, я бы сказала, девиантных форм поведения. И, может быть, вы помните, кто автор того эксперимента, когда был на животных, на крысах создан так называемый рай, да, и что там с ними происходило. То есть фактически на фоне прекрасных условий для физического существования, в общем, началось вырождение этих крыс, собственно говоря, что они там делали, да. Вот, то есть вот, наверное, я думаю, что иногда наоборот, да. Голодно может быть счастливее с этого. Вы считаете, вот, с помощью этих показателей счастья. Да, бедным богатым. А Тимур Сарфимович, вы как считаете? Вот мысль такая догнала, наверное, да, что в погоне за счастьем надо быть готовым, наверное, к каким-то, скажем, и другим сторонам, да, обратным счастья, то есть несчастья, например, да. То есть вполне вероятно, может быть, кстати, и буддизм, ведь он во многом, как, ну, появилось благодаря, возможно, этому мировоззрению, да, что спутник, скажем, как и в форме несчастья у человека возможен. Так вот, видимо, во-первых, необходимо просто это себе в круг понятий включить, что чем на большее мы претендуем, наверняка необходимо и быть готовым, скажем, за это какой-то другой монетой заплатить. Вот, то есть это первый вариант, ну, и, наверное, вот вспомнилась мне еще психологическая такая, скажем, ну, наверное, суть, что человеку для более-менее комфортной жизни, комфортного психологического состояния необходимы три вида эмоций, да, то есть, ну, психологи об этом знают, но, наверное, озвучу еще раз. Сейчас, скажем, вот нейтральные эмоции считаются в идеале примерно 60% должны составлять, ну, эмоциональный фон человека, 35% положительные, 5% отрицательные. Вот примерно в таком диапазоне, если у человека являются спутниками эта комбинация эмоций, то считается, что он более-менее комфортен, то есть готов заявлять там дальше куда-то двигаться и так далее. Если этот баланс нарушается, то получается, что человеку надо уже работать не сколько со счастьем, сколько ликвидировать последствия несчастья каких-либо своих. Так что, вот, видимо, и то, и другое, как две стороны получаются одной медали, наверное. Знаете, как сериал такой был богатый, тоже плачет. Но плакать лучше в Мерседесе, чем на велосипеде, да. А вы можете сами дать свое определение, что такое счастье? Вот, да, наверное, могу. Насколько, конечно, оно бывает всегда, скажем так, соответствовать, потому что возникают какие-то определенные варианты его изменений. Но вот как раз с точки зрения Литвака, то есть она мне, ну, я ее озвучил по этой причине, она мне в большей степени близка. Почему? Потому как вот это вот равновесие в движении – это самый главный определенный, наверное, фактор, состояние, чтобы человек был в движении. Потому что мы достигли чего-то, да, ну, неделю-две порадовались, и потом как-то уже и краски погасли, да. То есть именно это вот состояние постоянного поиска, куда дальше можно продвигаться, развиваться в их направлениях, наверняка вот в большей степени такая точка зрения. Я, кстати, вспомнил тут хорошую эпиграмму испанскую на этот счет, но там, правда, про мужчин у них эта эпиграмма. И она вот показывала, какие вехи, по крайней мере, для мужчин быть должны. То есть я вот не знаю, она мне очень нравится, я ее наизусть запомнил. Не проблема, могу озвучить, как говорится. И вот у них фраза такая эпиграмма испанская. У кого в 15 лет друга преданного нет, 20 красавиц тонных, 30 долгов огромных, положение к 40, а к 50 денег, тот по жизни был бездельник. То есть, по крайней мере, программа, да, у кого-то она там будет меняться, какие-то искажения там раньше придет, позже придет, но в целом-то программа заложена. То есть я так понимаю, что испанские мужчины, наверное, должны эту эпиграмму узнать, а теперь и мы знаем ее. А вот в продолжение к вашему такой речи, да, тогда такой вопрос. А у всех людей одинаковое понимание счастья или все-таки разное? Нет, это вот... Да я думаю, что у всех разное представление счастья, потому как мы ведь и все, я как психолог... Представление-то о счастье может быть разное, но ведь счастье – это ощущение, чувство, я правильно говорю? Ну, это сложное чувство, да, которое обнаруживается, прежде всего, в переживании, ну, радости, наверное, да. Эйфории какой-то, да. Другой вопрос, что разные явления, разные вещи могут приводить, вызывать это чувство, но само-то ощущение, оно, наверное, у всех одинаковое. Одинаковое? Или я ошибаюсь? Ну, Юрия Павловна, может быть, вы тогда попробуете? Ну, мне кажется, что если мы говорим о том, что это сложное такое эмоциональное состояние, которое обнаруживается, прежде всего, в преобладании положительных эмоций над отрицательными, да, то есть мы это точно можем видеть вообще на лице, да, то есть у нас же есть мимика, жесты, да, и так далее, да. А вот с точки зрения того, каков механизм его возникновения, да, я думаю, что здесь мы можем разное увидеть совершенно, стратегии, да. И мне вот кажется, что вот я сейчас тоже так интересно, это, наверное, такой мужской взгляд, да, то есть счастье — это достижение цели, ну, в том числе, да. А мне кажется, что иногда счастье является как раз не целью жизни даже человеческой, да, и не привязано к целям, а привязано скорее, ну, как бы, к процессу, да, то есть иногда счастье является побочным продуктом того, что человек понимает, кто он, куда он, зачем он, да, то есть он такой, ну, как сказать, да, достаточно осознанный, и у него есть возможность, ну, не знаю, там, быть собой, заниматься любимым делом, да, быть с любимыми людьми. Игна Павловна, а ваше личное определение счастья? Ну, вот я, честно говоря, много думала для меня вот на сейчас, это вообще жить по совести, то есть я уверена, что человек, живущий по совести, счастлив, независимо от того, сколько у него там, да, там, миллионов, мерседесов, да, даже каково его состояние, его здоровье. То есть вот в данном случае, вот как я понимаю, да, что такое жить по совести, это отсутствие внутриличностного конфликта, то есть очень часто человек из состояния счастья выходит из-за того, что у него возникает конфликт между тем, тем, что он должен делать, тем, что он хочет делать и тем, что он может делать, да, вот, и тогда вот, вот, пожалуйста, да, когда эти, помните, да, должен, хочу и могу, да, вот как-то так. Понятно. Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а потом продолжим наш разговор. В эфире программа «Ума. Палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Я беседую с психологами и преподавателями Юлией Санниковой и Тимуром Кожевниковым. Согласно исследованиям Колумбийского университета США, ощущение счастья связано с удовлетворенностью людьми своей жизнью. Оно в значительной мере зависит от развитой социальной поддержки, от той поддержки, на которую гражданин может рассчитывать в сложных жизненных ситуациях, чувство гордости за то место, где он живет, от личной вовлеченности в процесс развития своей страны, от высокей степени доверия к своему правительству, от низких уровней стрессов и, наконец, от дружеского отношения с окружающими людьми. Ну, вот, этот перечень, он такой, я с ним, кстати говоря, согласен, но я вот не уверен, что его можно измерить. Во всяком случае, далеко не все параметры, ну, как можно измерить дружеское отношение к тебе, окружающих людей. Вот я бы хотел, чтобы вы выразили свое мнение, что вы по этому поводу думаете. Кто готов? Юлия Павловна. Ну, я здесь хочу сказать, что, на самом деле, вопрос довольно-таки сложный. Даже, вот, например, исследование вот этих факторов, которые оказывают влияние на счастье, он очень неоднозначен. То есть, например, в одних исследованиях, да, показывают одно, в других – другое. Вот, в частности, очень интересный такой пример мне показался, допустим, образование. То есть результаты этой исследований показывают, что образование влияет на состояние счастья, да, и, как правило, более образованное люди сообщают о более высоком таком благополучии, но это влияние невеликое, связано, например, допустим, ну, с другими факторами, например. Может быть, они имеют уровень дохода, да, или лучше понимают, кто они, как раз, куда они и зачем они, да. То есть получается, что, с другой стороны, образование повышает уровень потребности, что может отрицательно сказываться на уровне счастья, да. То есть мы таким образом можем каждый вот этот вот компонент, через который косвенно мы можем судить об уровне счастья, найти и, как бы, примеры, влияющие положительно, и примеры, влияющие отрицательно. Ну да, ещё экклезиаст в Библии говорил, что во многом знание и много печали. Да, да, да. Или, как в своё время был популярнейший телесериал, который так и назывался «Богатые тоже плачут». То есть получается, что и слишком много образования может нести негативную роль, и избыточное богатство оно тоже человека не делает счастливым. Одни проблемы возникают, как его сохранить, как, так сказать, чтобы другие не пытались его увести. Тимур, Сергей Федорович, добавите что-нибудь? Ну да, вот если в продолжение того, что мы, там, горе от ума, да, грибоедов, объяснение есть, конечно, психологическое, потому что у нас ведь есть критичность восприятия окружающего мира, да, то есть критичность включает левое полушарие, интеллектуальное, да, то есть и понятно, чем мы больше его разрабатываем, да, разными сферами, скажем, ну, образования, наверное, то вообще в целом формирование – это же более широкая категория. И образование в себя включает и воспитание, и много чего другое. Вот, то есть понятно, что у человека есть пища относиться критически к себе, то есть здесь, конечно, возможна и, ну, вот такая переориентация внимания своего с чего-то скомфортного, да, то есть на поиск проблем, да, то есть потому как левое полушарие наше критическое, оно отрабатывает себя. Вот, то есть я, наверное, ещё бы так добавил. Почему такой возникает перекос, что? А я бы ещё, знаете, сказала, что вот, говоря о том, что счастье – это вообще выбор человека, да, то есть это не результат даже обстоятельств, я хочу сказать, что вот особенно начиная с XX века, ну, очень таким популярным становится такое направление, как позитивная психотерапия, вообще много говорят о позитивном мышлении, то есть вот мне кажется, что как раз человек способен, ну, овладеть своим мышлением в какой степени, да, то есть он может интерпретировать события, вот, и как я уже говорила, нейтральной своей жизни, да, с точки зрения, там, ну, хорошо это или плохо, да, и находя, как это, знаете, есть такая метафора, там, в гештальт подходе, да, то есть мы можем видеть стакан наполовину пустым, да, и всё время страдать от этой пустоты, да, мне не хватает вот этого, вот этого, вот этого, да, вот, и, соответственно, человек может сознательно фокус, внимание держать на полноте, да, то есть радоваться и быть благодарным тому, что он есть. Вот можно я приведу пример? Недавно я со службы милосердия ездила кормить, ну, бездомных, и вы знаете, было настолько удивительно, как люди радовались дополнить вообще куску хлеба, это была просто неподдельная радость, да, то есть я понимаю, что здесь уровень счастья, конечно же, связан и с нашими потребностями, да, и если создаются условия для реализации этих потребностей, да, то есть, да, ещё когда, например, как, знаете, есть такая фраза, нечаянная радость, да, нежданная радость или ещё какая-то, да, тем, может быть, интенсивнее будет это чувство, но вот для меня вот точно, что гимнастика нашего мышления, ума, да, даёт возможность в любой даже сложнейшей жизненной ситуации найти поводы для счастья, то есть и в этом плане очень человек, кстати, даже, знаете, интересно звучит, да, счасть, счасть ли фон или несчастье, да, то есть это тоже вот как раз видение неполноты чего-либо. Я задам, наверное, последний вопрос, на который надо будет ответить быстро. А как вы относитесь к идее создать Министерство счастья в России? Нужно ли нам такое министерство? Ну, мне кажется, это будет попытка, знаете, с одной стороны, да, человек сам хозяин, скажем так, да, своего счастья, и поэтому, мне кажется, что это будет некая такая внешняя попытка перекладыванием ответственности самого человека, да, на какие-то внешние инстанции, институты и так далее. А, Димур Сарафимович? А, с другой стороны, мне вот интересен опыт Эмиратов, вот в связи с этим вопросом, я, скажем так, и там интересовался, интернет я подсчитал, у них определена политика, то есть куда они идут, цель, да, и вот это Министерство счастья, скажем, даже критерии министра, они выносились там чуть ли не на обсуждение вот этих вот шейхов, которые там, ну, по-русски это вождь, вожак, да, они принимали решение, кто это будет, вот они приняли решение, что это должен быть обязательно молодой человек, то есть там у них женщина, когда назначали, там было 25 лет, ну, могу ошибиться, там плюс-минус немного, вот, то есть они позиционируют себя как страну молодую, да, то есть ей сколько стране, 49 лет, 71-го года они... Нет, а Россия-то... А Россия-то, вот надо, я думаю, что вначале... Надо создать интересное счастье. Да, создать-то можно, вопрос зачем, то есть... Которая бы заботилась о счастье людей. Ну, мне кажется, у неё скорее функция была бы такая, просто контроля, да, а ведь важно ещё тогда, если уже говорить, создавать условия для этого, да, то есть будут ли у этого ведомства те необходимые полномочия, с помощью которых они могли бы как-то, да, оказывать влияние. Ну, хорошо, мы можем, в принципе, этот вопрос не разбирать подробно, потому что пока такая повестка не стоит в государстве, но, может быть, с помощью нас и когда-нибудь встанем. В конце передачи я хочу попросить наших гостей порекомендовать слушателям какую-то книгу, которую стоит прочесть тем, кто хотел бы глубже погрузиться в обсуждаемую сегодня тему. Что вы писаете, Филипп? Могу я сказать, то есть мне кажется, что, ещё раз, да, то есть искусство быть счастливым – это навык, да, который вполне может тренироваться, и он очень коррелирует с благодарностью вообще к жизни, да, с присвоением того, что есть, да, с ощущением вот этой полноты жизни. Есть замечательная работа, автор Эльфика, и у неё есть такая книга, называется «Большая книга счастья». То есть это такой, с одной стороны, набор очень интересных сказок на тему счастья, а с другой стороны, это такой ежедневник на 30 дней, в котором человек фиксирует в течение дня, да, вот где, когда он был счастлив, да, что самого замечательного у него было, за что он может быть благодарен себе, там, да, людям, судьбе и так далее. Смур, Сергей Васильевич, хотите вы какую-то предложить? Да, могу предложить, вопрос появился такой, вот как раз говорил про Литвака Михаила Ефимовича, у него книг много, и одна из них называется «Принцип сперматозоида». Вот, то есть как раз вот в данной книге, вот в подтверждении его точки зрения, что человек должен развиваться, это программа, заложенная человеку, да, то есть я так понимаю, во всех направлениях, то есть это и тело, не надо про него забывать, это и наш интеллект, разумность, да, это и духовная, душевная сфера, то есть как ее кто понимает по-своему. И вот как раз вся эта книга, она, ну, так, такой нитью сквозной и показывает, и там точки зрения философов различных нитша, там Шопенгауэр им упоминается, то есть у него свои там афоризмы интересные очень, то есть вот как раз в подтверждении его вот этой точки зрения, с которой тоже солдатин, коль про нее говорю, вот рекомендую почитать, название смешное, запоминается легко, Копримса, сперматозоида, но там глубокий смысл, немножко заинтригую, кто прочитает, там ответ есть, о чем эта книга и почему так называется. И совсем последний вопрос к моим участникам, это все-таки можно измерить счастье или нельзя? Я думаю, что да. Это может сделать, с одной стороны, сам человек, основываясь на своем внутреннем состоянии, а с другой стороны, мне кажется, что мы в позиции наблюдателя о некоторых проявлениях можем догадываться и судить, скажем так, насколько человек может полно реализовать себя в жизни. Моя точка зрения, тоже соглашусь, что его измерить можно. Почему? Потому что, ну, все мы здесь присутствующие, отсутствующие, наверное, испытывали это состояние, да. Оно, может, приходит чаще, оно, может быть, приходит реже, там, более стабильным состоянием, менее стабильным. Но оно есть, следовательно, его измерить можно. Вот, и, наверное, надо сказать спасибо, что это состояние у нас есть такое. Повторяю, измерять это личное дело каждого. Спасибо. Подводя итоги нашей встречи, ну, я попробую сделать следующий вывод. Чтобы люди чувствовали себя счастливыми, следует улучшать, наверное, не только экономические показатели, но также заботиться, как вот сегодня говорили, о душевном или психологическом комфорте людей. Для чего, наверное, надо создавать и финансировать различные проекты. Поэтому я, допустим, за создание Министерства счастья в России. Но, может быть, не так его назвать. Например, можно назвать Федеральное агентство психологического благополучия населения, при том же Минздраве, допустим. И тогда, мне кажется, люди стали бы чувствовать себя гораздо счастливее, если бы кто-то этим целенаправленно занимался. В одной из будущих наших передач мы продолжим обсуждать тему счастья. А сейчас я хочу пожелать будьте счастливы и до новых встреч! Ума-палата